И зовут его Таркан. Сегодня у нас в гостях действительно будет Таркан. Это, пожалуй, самый популярный турок, турецкий певец в нашей стране. Хотя небольшой факт из его биографии. 14 лет он провел в Германии, родился в Германии, затем пожил некоторое время в Турции, затем снова эмигрировал, но уже в США. Некоторые другие факты из его биографии мы узнаем позже, когда он придет и сможет ответить на мои и ваши вопросы. Так что пользуйтесь нашим колл-центром и имейлом. Все вопросы, которые вы нам пришлете, мы попробуем успеть задать нашему сегодняшнему. За несколько минут, которые вы смотрели рекламу, я прошлась по коридорам нашего офиса. И наш офис просто превратился в яркий, колоритный, восточный базар. Мне удалось прихватить, между прочим, отличный ковер и даже предложили покурить кальян. Я отказалась, конечно же. Но самое главное, почему все это произошло? Потому что к нам приехал Таркан. И это главное событие сегодняшнего дня. Мерхаба, Таркан. Очень рады вас видеть. Ваши концерты уже отгремели. Я слышал очень много рецензий от моих подруг. А теперь вы скажите, чем отличается наша российская публика от других стран? И так, насколько я поняла, хороший турецкий Таркан. Страна наша прекрасная, публика потрясающая. И концерты прошли в теплой, дружеской атмосфере. Примерно следующее сказал Таркан. И теперь огромное количество вопросов от наших телезрителей, которые присылали нам их в течение недели, которую мы ожидали Таркана в нашей студии. Сейчас последует короткий перевод. Переведите. Переведите, пожалуйста, Таркану. Окей. И первый вопрос из нашей студии. Здравствуйте, прекрасная незнакомка. Скажите, пожалуйста, а вы в очках, потому что скрываете слезы радости? Именно так. Как вас зовут? Меня зовут Евгения. Адам Евгения. Гезьяшlarını мутулуктан алıyormuş. Он için гезлук такıyor. Да, она плачет. У вас будет шанс ее утешить. Прямо сейчас вопрос. Скажите, пожалуйста, вы несколько дней в России какая-нибудь русская девушка произвела на вас неизгладимое впечатление? Сорун, 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 сону анлама. Русская девушка? Синий, русская девушка есть ли? Последил, какое-то уточнение. Возможно, русский парень произвел впечатление. Русские девушки очень красивые. Они все произвели на меня неизгладимое впечатление. Я просто понравились русские девушки нашему турецкому гостю. И, кстати, такой парадокс. Вы самый известный турок у нас в России, турецкий певец. Но при этом, насколько я знаю, вы большую часть жизни провели не в Турции, а жили в Германии, в США. Скажите, пожалуйста, вы гражданин мира или все-таки вы турецкий певец? Как вы себя сами определяете, считаете? Скажите, пожалуйста. Вы, конечно, если вы купите туфет с тем, сейчас вы встречаете в Турции. Вы, наверное, - в Абдике. Я знаю, как вы живете в Абдике, как вы в Лето-Берете. Или вы же видите в Турке? Конечно, я видю меня в Турк, как я живу. Я ответил на Тур race или английский. Я желаю. Конечно, я чувствую, что я живу и мне рада, что я был Турк, Но я родился в Германии, я живу в Америке, я люблю Европу. Я чувствую себя как правильный гражданин, да, я чувствую себя как правильный мир, и мир принадлежит мне. Вопрос от наших прекрасных юных наложниц. Как тебя зовут? Тася. Очень приятно. Ты была на концерте Таркана? Нет, к сожалению, я очень хотела, но не попала. Ну что ж, зато ты попала на такое вот наше импровизированное интервью. У тебя есть шанс задать вопрос. Спасибо. Как вы считаете, Турция является такой же законодательницей моды, как Швеция, Англия и Франция? Вы знаете, Турция, Ингелия, Извечка, Франция, как Франция? Ну, собственно, присутствие Таркана в нашей студии уже говорит о том, что Турция является законодательницей моды. По крайней мере, для женских сердец практически все песни о любви сложены именно на этом великолепном языке. И еще один вопрос. В прошлый раз, по сведению нашим телезрительницам, вы приезжали в Москву с девушкой. Скажите, пожалуйста, кто вас сопровождает в этот раз в поездке? В сон вы пришли в Москву. Вы пришли в Москву, я считаю, что вы пришли вместе с девушкой. В то время вы пришли в Москву. Вы пришли в Москву, я считаю, что кто вы пришли в Москву? Вопрос не в бровь, а в глаз. Когда я last came here, my girlfriend didn't come with me. I came alone. I always came alone to Russia. Я понимаю, почему. Таркан приезжает каждый раз один в Россию, потому что в России не скучно ни утром, ни днем, ни вечером. Это такая страна и такой город Москва. Ничего с этим не поделаешь. Еще один вопрос от Елены из города Москвы. Кому вы в последний раз признавались в любви? Снова про любовь разговор. Кому вы пришли в Москву? Я не хотел пойти от Рыжи Олимпиады. Оказывается, Таркан не является поклонником футбола, но тем не менее ему позвонили организаторы Олимпиады и сделали предложение. Таким образом, мы на вопрос ответили, предложение исходило от, видимо, Олимпийского комитета. Итак, опять-таки компромат сыпется от наших телезрителей. На одном из фото я увидела, что Таркан был одет в майку с изображением группы ACDC. Неужели Таркан является поклонником тяжелого рока? Неужели Таркан был одет в майку с изображением группы? Таркан любит в основном популярную музыку, но тем не менее среди тяжелого стана у него тоже есть несколько любимчиков, и на концерте ACDC он однажды побывал и с тех пор действительно слушает эту группу. Так что информация оказалась на этот раз правильной. И еще один вопрос. Насколько я знаю, российская группа «Блестящие» сейчас разучивает текст песни на турецком языке. Насколько я знаю, они собираются исполнить ее дуэтом с вами. Знаете ли вы что-нибудь об этом или они пока не поставили вас в известность? Насколько я знаю, русская группа «Блестящие» сейчас начинает исполнить ее дуэтом с вами. Насколько я не знаю, но я бы хотел быть счастливым, если он изображает мою песню. Вы знаете, по-моему, Таркан пока не готов записать дуэт с группой «Блестящие», но на кавер-версию собственной песни он дает добро. Ну что ж, я думаю, что нам нужно немножечко уточнить подробности биографии и кое-что повычеркивать из моей папки с вопросами, которые нам прислали зрители, потому что многое оказалось неправдой. Что еще окажется правдой, мы узнаем чуть позже, а пока прервемся на видео. Это будет ремикс на композицию Таркана.